Всем привет! Саратовский завод РЭМА начал выпуск электрических обогревателей и конвекторов. Вот у меня такой обогреватель, сейчас мы его изучим, все про него расскажем. В комплекте крепление на стену кронштейн, ножки с роликами, комплект дюбелей и саморезов, болты для крепления ножек к нагревателю, ну и инструкции. Два выключателя, первый и второй режим, и ручка термостата. Вся задняя панель целиком металлическая. Никаких пластиковых вставок, как бывает на китайских нагревателях. Обогреватель тяжелый, почти 6 килограмм, потому что сделан из толстой стали. Брутальность нагревателя подчеркивает надпись РЭМА, выжженная лазером на поверхности передней панели стальной. Крепление для ножек и болты, которые крепят ножки, HM8. На таких ножках, мне кажется, можно тонну поставить, им ничего не будет. Прежде чем испытывать нагреватель, сейчас я его разберу, мы посмотрим, как он устроен. Это просто передняя крышка, тут в общем ничего интересного, разве что металл толстый. А вот конструкция всего обогревателя. Самый современный монолитный X-образный нагревательный элемент Hedgehog. Вот на нем даже написано Hedgehog 230 вольт, 2000 ватт. Hedgehog это по-английски ежик. А ежик, потому что у него вот эти вот, вся эта поверхность, как иголочки. То есть за счет большой-большой площади быстрее нагревается проходящий воздух. И соответственно быстрее нагревательный элемент отдает тепло воздуху в помещении. Что тут еще есть интересного? Два дефлектора, которые направляют горячий воздух прямо на решетку на выдув. Опять же, меньше греется корпус и быстрее происходит нагрев помещения за счет того, что усиливается конвекция за счет вот этого направления. Сразу вижу, установлен защитный термопредохранитель. Это очень хорошо. То есть если произойдет перегрев по какой-то причине, упадет нагреватель. Или его накроют чем-то или еще что-то. Он просто все отключит и больше ничего не произойдет. Вся электрическая часть закрыта вот такой защитной крышкой. Механический термостат. Выключатель. Ну и собственно вся коммутация. Все сделано на разъемных соединениях. То есть каждый разъемчик можно отключить и подключить обратно. При этом я уже посмотрел заранее. Все провода не только обжаты, но еще и пропаяны на всякий случай для пущей надежности. Нагревательный элемент подключен вот с одной стороны. И с другой стороны у него два выхода. Потому что у него две части спирали для того, чтобы была половинная и полная мощность. Которая как раз коммутируется выключателем. Ну вот собственно вся конструкция. Я думаю, что теперь можно его закрыть и запустить. Давайте покажу покрупнее. Вот вот этот X-образный нагревательный элемент. Электрическая часть. Дефлекторы. Ну что ж, можно закрывать обратно. Все сделано очень аккуратно. Все собрано аккуратно. У меня вот никаких претензий нет. Устанавливаю ножки. Вот так бы его обогреватель встал на своей ножке. У меня он черный, но выпускаются не только черные модели, но и белые. Длина провода 1 метр. Термостат механический. А значит простой и надежный. И вот я уже рукой чувствую тепло, выходящее из нагревателя. То есть процесс нагрева прямо очень-очень быстрый. За счет современного нагревательного элемента. И за счет вот этих дефлекторов, которые направляют воздух сразу на выход. Сразу к решетке. Казалось бы, конвектор штука совсем простая. Но у вот этого российского конвектора есть несколько существенных преимуществ. Конечно, основное преимущество это то, что он целиком металлический. У него нет никаких пластиковых деталей, никаких пластиковых вставок. А значит он более безопасный. Металл толстый, то есть он не промнется. Не будет щелкать при нагреве, кстати, что очень важно. Потому что вот этот конвектор совершенно бесшумный, не считая работы термостата. Второй плюс. Это самый современный, X-образный, монолитный нагреватель Hatchhawk. Который лучше других тем, что он очень надежный, он очень долговечный. И он быстрый. То есть за счет вот этих вот иголочек, за счет большой поверхности, быстрее происходит нагрев помещения. КПД у всех нагревателей совершенно одинаковый. Он около 100%, что бы там ни рассказывали маркетологи разных производителей. И дело тут не в КПД, а в скорости нагрева именно помещения. Потому что если нагреватель сделан правильно, то помещение нагревается быстрее и равномернее. А если он сделан неправильно, то будет больше греться корпус. Больше греться локально там, где стоит обогреватель. И медленнее нагреваться все помещение. Так что тут дело не в КПД, а в конструкции. Второй большой плюс. Это вот эти дефлекторы, которые тоже редко где можно увидеть в каких-то обогревателях. Которые направляют горячий воздух наружу. И это, конечно, здорово. Третий большой плюс. Два режима мощности. То есть это удобно. Не всегда нужно полную. И не всегда нужно, чтобы он был очень горячим. Потому что, конечно, когда используется половинка, то и температура общая ниже. И, соответственно, он менее опасен в плане того, что там ребенок может коснуться или еще что-то такое. Ну и сделано в России. Все прочно, все крепко. Бывает черный, бывает белый. Вот этот у меня с номинальной мощностью 2 киловатта. А бывают они с мощностью 1,5 киловатта, двухрежимный. И 1 киловатт однорежимный. То есть только киловатт и все. И цвета черный и белый. Технически это можно сделать цвет какой угодно. Потому что у завода полный цикл. Они сами этот металл вырезают, сами гнут, сами варят и сами красят. И хоть красный, хоть голубой, хоть зеленый. Но тут проблема в спросе. То есть если кто-то захочет 100 красных обогревателей, конечно, они сделают. А сейчас вот только черные и белые. Вот такой вот обогреватель-конвектор. Сделан в Саратове. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел вам про него рассказать. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал. Пока-пока. Пока.